Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! С вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». И сегодня в программе вы узнаете, какие сезонные заболевания могут часто встречаться у наших детей. Ну а квалифицированные специалисты 17-й поликлиники города Алматы расскажут нам о профилактике, ну и, конечно же, о поликлинической службе. Не переключайтесь, будьте с нами. Прежде чем перейти к сезонным заболеваниям, мне бы хотелось остановиться на поликлинической службе. Поликлиника оснащена всеми, как техническими, так и информационными ресурсами. Она стоит на охране и улучшении здоровья среди населения города, пригородов и областей. И при первых симптомах начинающей болезни мы первым делом обращаемся именно сюда. Поликлиника состоит из клиника диагностического отделения и первичной медико-санитарной помощи. Что такое первичная медико-санитарная помощь? Это участковая служба. Участковая служба, она в основном занимается прикрепленным населением. В настоящее время в нашей поликлинике это около 80 тысяч прикрепленного населения. И развернуты 43 участка. Из них 23 участка ООП, потому что вообще государственная программа развития здравоохранения предполагает почти полный переход на практику врачей общей практики. Поэтому у нас больше участков врачей общей практики. А все равно мы оставили участки и терапии немножко, и оставили педиатрии. Для чего? Потому что некоторые люди еще не воспринимают. Например, некоторые родители хотят, чтобы детей смотрел именно педиатр. А некоторые взрослые хроническими заболеваниями хотят, чтобы смотрели именно терапевт. Поэтому эти участки мы пока оставили. Но перспективы все равно не будут переведены на практику ООП. Врач общей практики – это специалист в области общей медицины. Врачом общей практики может быть только специалист с высшим медицинским образованием. Разновидностью врача общей практики является семейный врач. Задачей врача является оказание высококвалифицированной первичной врачебной помощи населению. Он семейный врач. Он смотрит семью сначала с рождения ребенка и всех членов семьи. И это хорошо. Почему? Потому что он знает, какой уклад жизни в этой семье. Какие инфекционные заболевания, какие наследственные заболевания есть в этой семье. Какие условия, материально-технические условия, материальное положение семьи. Как они питаются, занимаются ли они физической культурой. Предрасположенность разная в разных семьях. Некоторые семьи вообще активную обращение ведут. А в некоторых семьях, наоборот, может быть, злоупотребляют какими-то вредными, может быть, злоупотребляют алкоголем, или злоупотребляют курением, допустим. Или же излишней жирной пищей, излишней. Вот в национальной кухне наша как вообще же много, допустим, жирной как-то подвержены, да, привержены к жирной пище. Может быть, в этом плане уже знать, к чему предрасположена эта семья, какие заболевания могут быть, потому что разные вредные факторы, они могут вызвать различные заболевания. Осень, конечно, прекрасная пора. Только главное не заболеть. С такими мыслями каждый из нас посещает поликлинику, когда сталкиваются с проблемой, которая связана с самым дорогим, что у нас есть, здоровьем. А особенно, когда речь идет о здоровье наших детей. Когда простая, вроде бы на первый взгляд, банальная простуда застает врасплох ребенка, мы не находим себе места. В это время как раз осенне-зимний период, и начинается рост заболеваний, простудных заболеваний, заболеваний ОРВИИ и гриппа. ОРВИИ – это вирусные инфекционные заболевания, которые передаются от больного к здоровому. И грипп. Ну, сезон гриппа начнется. Это воздушно-капельная инфекция, но грипп только отличается очень высокой контагиозностью. И очень быстрой распространенностью. И, конечно, инкубационный период у него гораздо ниже. Рассчитывается от нескольких часов до одного-двух суток, когда человек заболевает. Но основную категорию, в общем-то, населения, которое более подвержено этим простудным заболеваниям, у нас представляют дети пожилые, в общем-то, беременные, и люди с хроническими заболеваниями, или и дети, часто болеющими, часто болеющие инфекциями. Вот они, в общем-то, представляют определенную подверженность этой инфекции гриппу и вирусным заболеваниям. Дело в том, что вирусы, вызывающие ОРВИ и грипп, с величайшей легкостью перемещаются на небольшие расстояния. Поэтому заболевший ребенок, кашляя и чихая, щедро одаривает ими всех находящихся неподалеку. Значит, ну, клинически у детей он всегда протекает тяжелее, потому что, в общем-то, анатомически еще все органы, они не созрели, как у взрослого человека. Они более широкие, они имеют меньшую протяженность, и, в общем-то, инфекция у них очень быстро оседает не только в верхних дыхательных путях, но и в нижних отделах органов дыхания. Поэтому, значит, у нас у детей, в общем-то, опасность их, что очень быстро развиваются ларингиты, трахеиты, которые при вирусных ОРВИ, вот, инфекциях, они характеризуются. Очень важно вовремя понять, чем именно заболел ребенок, а для этого мы должны уметь различать ОРВИ от гриппа. ОРВИ – это регистрация идет круглогодично, это респиратурно-вирусные инфекции, да, они идут, это неосложненные инфекции чаще всего, идут с проявлениями температуры подъема до субфибрильных цифр и до 38, то есть это неосложненные инфекции. Там, в основном, на первый план идут катаролевии, то есть чихание, температура незначительная, чихание, кашель, насморк, боли в горле, кашель может быть. То есть это такие легкие инфекции, которые чаще всего неосложненные. Грипп, конечно, это грозное заболевание, он имеет сезонность, то есть идет именно рост в зимний период. И грипп чем опасен? Тем, что он начинается быстро, с высокой температуры, с выраженными симптомами интоксикации. То есть на первый план не катаральные явления, а именно симптомы интоксикации. Высокая температура, выраженная головная боль, мышечная боль. У детей, конечно, он протекает очень тяжело, грипп, особенно у детей до года, потому что у них анатомические верхние дыхательные пути так устроены, что быстро идет проявление пневмонии, то есть инфекция сразу спускается в нервные дыхательные пути. Неправильно вылеченный грипп опасен серьезными осложнениями. Бронхиты, атиты, пневмония, поражение мочевых путей, пионефрит – это лишь поверхностная часть. Наряду существуют более тяжелые течения, такие как невриты, энцефалиты, сирозные менингиты. Чтобы не доводить благосостояние детей до плачевных ситуаций, нужно вовремя обращаться к специалистам и своевременно начинать лечить ребенка. Очень важно начать лечение в первые два дня, в первые сутки, в первый, во второй, в общем-то, день. Если мы запаздываем с лечением, то и ребенок, в общем-то, вот ослабленный организм, то, в общем-то, опасность этих вот заболеваний, уровень гриппа, они опасны своими осложнениями. В последнее время, в общем-то, вот грипп, который циркулирует на территории Казахстана, и потом к нему присоединяется этот грипп Б во второй половине сезона, вот зимнего периода, он, в общем-то, характеризуется тем, что он очень быстро поражает нижние отделы дыхательной системы, легкие. Он оседает просто вот у этих больных детей, и поэтому, конечно, вот опасность заняться самолечением, несвоевременное обращение к специалистам, оно опасно своими осложнениями. Первая помощь – это борьба с температурой. У них, в первую очередь, высокая температура, поэтому оказываем жаропонижающие подаем препараты, парацетамол в возрастной дозировке, обильное питье, не более, около двух литров. Сюда входят и кисломолочные продукты, и соки домашнего приготовления, супы, да, все это в объеме где-то двух литров. То есть обязательно нужно отпаивать ребенка, чтобы восполнять вот этот объем потерянной жидкости, который идет с температурой, с потоотделением, с кашлем. И подключаем по протоколу отхаркивающие препараты – амбраксол. Антибиотики при неосложненных формах не рекомендуются, если уже присоединяется пневмония или какая-то бактериальная инфекция в виде отитов, синуситов, тогда уже подключаем антибиотики возрастной дозировки. Если же, конечно, осложненные формы, дети до года обязательно госпитализируются в инфекционный стационар. Это кабинет здорового ребенка. Здесь сама атмосфера предрасполагает к скорейшему выздоровлению дитя. Расскажите нам, пожалуйста, что это за кабинет? Это кабинет здорового ребенка. Здесь проводится осмотр детей с нуля до трех лет. В основном проводится оценка психофизического развития детей раннего возраста. И также здесь проводится обучение мам, родителей, беременных женщин по грудному скармливанию, также по уходу за детьми, новорожденными детьми. Проводится обучение медсестер наших по грудному скармливанию, по питанию вообще в целом. И оценивается состояние, психофизическое состояние детей раннего возраста. Нужными предметами для этого проводится. Также наш кабинет оснащен по программе ИБВДВ. Это интегрированное введение болезней детского возраста. Возрастская программа. Эта программа предназначена для детей также от нуля до пяти лет. По этой программе обучаются врачи и наши участковые медсестры. Необходимо в профилактических мероприятиях прививать ребенка. Существуют специфические и неспецифические методы профилактики. Что означает вообще специфическая иммуноприсвальность? Это создание специфического иммунитета против конкретных инфекций. Вырабатываются антитела против конкретных инфекций. Например, если взять вакцину гриппол, у них против конкретных типов именно гриппа проводится вакцинация. А так как вирус гриппа склонен к частым мутациям, поэтому ежегодно эта вакцинация проводится. Потому что в этом году может быть один какой-то штамм, вид вируса гриппа циркулировать, а в следующем году может другой. И в зависимости от выделения вот этих штаммов, точнее, врачи, пченые, придумывают разные виды именно для конкретного времени. Предугадывают, прогнозируют выделение вот таких штаммов в этом сезоне и делают все вакцины. Рекомендуем, что, во-первых, ребенок должен иммунитет, чтобы получить вообще желание, чтобы ребенок активно отдыхал. Вот на улицу выводили прогулку, если мама не работает, какие-то прогулки совершали бы вечером или утром, когда у них есть время, больше бы бывали на свежем воздухе. Желательно вот проветривать помещение, потому что в любом случае это активное ударение. Что такое проветривание активное такое? В комнате воздух полностью очищается. Потому что не больше, но все равно когда выдыхают, что-то там уже какие-то микробы выходят, поэтому чтобы все это выветрить. Потом надо что, что еще нужно? Влажную уборку проводить надо дома часто, потому что пыль оседает. Находиться больше, может быть, на улице, на природе. Если где-то бывает больной человек, поменьше с ним контактировать или одевать маску в таких местах, где повышены возможные заболевания. Все усилия благоразумного человека должны сводиться не к тому, чтобы чинить и конопатить свой организм. Это касается не только взрослых, но и детей. А к тому, чтобы устроить себе такой образ жизни, при котором организм как можно меньше приходил бы в расстроенное положение, а следовательно, как можно реже нуждался в починке. В здоровом теле – здоровый дух. Нужно с детства в детях прививать любовь к здоровому образу жизни, к здоровому питанию. Мы – это мир вокруг них. Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит, историю мира. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих детишек и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова